Не так давно на моем канале на Дзене выстрелила статья под названием «Почему Путин ведет Россию к гибели?». Дальше мне канал забанили за кликбейт, и мне пришлось изменить название статьи на более мягкое. Но статья, несмотря на то, что она сложная и длинная, тем не менее успела набрать более 70 тысяч засчитываний и много тысяч лайков и комментариев. И вот я решил, так сказать, экранизировать эту статью и на нашем канале на Ютубе. Ссылка, понятно, будет под роликом, но также не забывайте, что она из трех частей, и поэтому кликайте по продолжению здесь. В этом ролике, понятно, я не буду пересказывать статью дословно, а попробую несколько развить свои мысли. Я человек левых убеждений, но я давно не коммунист. Я сторонник ноосферного мировоззрения, ноосферной идеи. Ноосферное мировоззрение – вещь довольно сложная, и я не считаю, что мы готовы к разговору о нем. Поэтому мы о нем поговорим, надеюсь, несколько позже. Но, полагаю, взглянуть критически на СССР, Запад и путинизм мы уже готовы. Тем более, что между советской моделью и путинской разницы нет. Точнее, нет вообще никакой разницы. Путинская и советская модель – близнецы братьев. Единственное отличие – они прикрыты разными узнанками. Почему? Кто всерьез изучал коммунистическую теорию, тот знает, что так называемый научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. А научного коммунизма, к сожалению, во многом придерживается руководство современной КПРФ. Более того, научный коммунизм – это значительное извращение марксистско-ленинской теории. И извращения нет не в интересах нового класса, класса номенклатуры, как иногда пишут современные некоторые ученые. А это извращение этой теории в интересах очень старого класса, самого древнего класса на нашей планете. Точнее, самого древнего эксплуататорского класса на нашей планете. Этот эксплуататорский класс, согласно исследованиям Карла Маркса. Впрочем, об этом были и другие исследования, еще до этого великого теоретика, коммунистической идеи. Как я сказал, возник очень давно. Гораздо раньше, чем эксплуататорские классы рабовладельцев, феодалов и капиталистов. Именно номенклатура эксплуататорский класс, господствующий в СССР, была самым древним, самым первым эксплуататорским классом в истории человечества. Эксплуататорским классом куда более подлым, куда более гнусным, куда более отвратительным, чем капиталисты, феодалы и даже рабовладельцы. Главное ее отличие от капиталистов, феодалов и рабовладельцев одно. Она не имеет никакого отношения к частной собственности. Напротив, при ее господстве установлена либо общественная форма на среду производства, либо такая форма собственности доминирует. Впрочем, в наше время ученые в отношении класса номенклатуры часто используют термин не общественная собственность, а общеклассовая собственность. Самое же главное при такой, скажем так, общественной собственности на средства производства, эксплуатация человеком не только не уменьшается, а напротив увеличивается и становится более чудовищной, более бесчеловечной, чем даже при рабовладении, не говоря уже о капитализме. Казалось бы, какая простому человеку разница? Один социальный паразит сидит у него на шее или целая куча, как в Советском Союзе и в современной путинской России? Однако разница есть. И разница очень большая. Эксплуатация людей с социальными паразитами коллективными намного хуже. Эксплуатация людей с социальными паразитами частными. Например, Кармаркс от души приветствовал завоевание Индии, Англии. Поскольку Англия начала в Индии активно внедрять частную собственность. А это, по Марксу, существенно снизило в этой стране эксплуатацию человека-человеком. И облегчило этим участь простых людей. Как так, спросите вы меня? Нас в СССР учили, что Индия была феодальной страной. А феодализм тоже построен на частной собственности. Собственности феодалов. И очень ошибетесь. Согласно настоящей коммунистической теории, а не научного коммунизма, Индия не была феодальной страной. А она была страной с азиатским способом производства. АСП или политаризмом. И, соответственно, в Индии частные социальные паразиты не господствовали. А господствовали социальные паразиты коллективные. Почему же мы об этом не знали? Спросите вы у меня. И будете правы. Ответ, между тем, прост. Само понятие азиатский способ или политаризм было искусственно. По личному приказу Сталина. Вымарано из научного коммунизма академиком Стровой. И вот научный коммунизм начал нас учить, что в истории человечества было три эксплуататорские формации. Рабовладение, феодализм, капитализм. А политаризма, дескать, никогда и не было. Ну и понятно, само изучение политаризма было запрещено в советских учебных заведениях по личному указанию тоже Сталина. Почему? Думаю, несложно догадываться. В СССР без дураков была общественная собственность на средства производства. Более того, национализировано было буквально все, что можно и все, что нельзя. Но при этом эксплуатация простого человека была куда выше, чем на Западе. И уровень жизни простого человека был куда ниже, чем на Западе. Но только то, что простой человек в условиях азиатской деспотии живет еще хуже, чем при господстве частных собственников, увы, не самая худшая черта политаризма. Представьте себе, даже она не самая худшая. Есть еще и более худшая черта. Какая? Об этом мы, надеюсь, с вами поговорим позже. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok